Многие сомневались, что он сможет когда-нибудь встать на ноги, а он уже бегает. Лосенок Троттер идет на поправку и каждый день прибавляет в весе. Этот малыш – жертва человеческой доброты. Его спасли по незнанию. Лужские рыбаки спугнули лосиху, оставшегося без присмотра детеныша забрали домой, где едва не погубили, накормив коровьим молоком. На будущее годится только козье. Ты нам дать 4 бутылки за один раз, а в день каждые 3 часа мы кормим. И вообще детенышей из леса забирать нельзя, за единственным исключением, только если погибла их мать, как в случае с медвежатами. Крюк, яйца, пунтик, панкик, панточка. Комната с медведями – особый аттракцион в реабилитационном центре. Войти в нее может лишь один человек – Виктор Сенин, медвежий папа. Хищников готовят к выживанию в природе, и они не должны привыкать к новым лицам. В этом году из Рапула в лес уезжают 10 медведей. Первая партия – Венька, Яйца и Крюк уже готовы. Вот они, трое самых больших и дерзких медвежат. Они обижают всех, они обижают смотрителей. На днях шестимесячный Венька порвал зубами металлическую миску. Впервые медвежат выпускают в столь юном возрасте. Новую методику адаптации разработал известный биолог Сергей Пажетнов. В остальном все по-прежнему. Зверей отвезут в Карельскую тайгу и выпустят на границе с Костомухским заповедником. Там уже проживают 8 раполовских воспитанников. И пусть не всем свобода пришлась по вкусу, медвежата Марта и Мартин неоднократно пытались вернуться домой в Белес. Но все же они остались в лесу и успешно перезимовали. 19 апреля вышли из берлоги, но так как там снег лежит, они посмотрели и назад ушли. Они самые умные были, они не готовили себе берлогу, они нашли заброшенный старый амбар и на зиму спали в амбаре. В Белесе шутят, что привычку зимовать по-человечески медвежата могли перенять у Потапыча, дачника из Алапурской, который был задержан спасателями при попытке устроить берлогу в садовом домике. Этот медведь не выживет в природе, как и серый тюлень жива, у которой искусственная честь. Поэтому Потапыч остается в Белесе навсегда, а жива все-таки уезжает в Мурманский океанариум, где, судя по всему, планирует петь и танцевать. В процессе лечения малышка обнаружила незаурядный талант. Юлия Васильев, Евгений Раков, Олег Схоков, Вести Петербург, из Ленинградской области.